И я хочу пригласить следующего докладчика к нам сюда на сцену. Это Александр Богданов, ходу-празработчик IT-консалтинг. Александр студент 4-го курса факультета прикладной математики и механики Воронежского государственного университета. Прошел сертификации Oracle Java SE 7 Programmer, 7, прошу прощения, Coursera Data Science. В 2013 году подключился к команде Big Data в IT-консалтинг и участвовал в реализации ключевых бизнес-задач. Интересуется новыми технологиями в области машинного обучения и Big Data. Добрый день. Тема моего доклада сегодня это лямбда-архитектура. На самом деле я хочу рассказать не только про саму архитектуру, но и про основные принципы. Построение сетей, построение распределенных систем и, самое главное, практика. Как вы захотите делать это у себя в продакшене? Поднимите, пожалуйста, руку. Кто из вас слышал про термины лямбда-архитектура, умный дом до сегодняшнего дня? Есть такие? Ага, хорошо, спасибо. Ну, все остальные, разумеется, нет. Тогда я надеюсь на то, что вы поможете мне и дополните свои мнения. Какие идеи? Построение системы для одного из крупных банков России. Все бы ничего, все стандартно и хорошо, но у них есть одно такое маленькое требование. Это возможность реального доступа к данным, получающихся в реальном времени. Раз. И два, это возможность хранения данных с огромной глубиной. То есть у вас, предположим, есть данные за 5 лет и есть данные за последние 5 минут. Так вот, если пользователь, если клиент, заказчик хочет получать, применяет какой-то запрос к вашей системе, то он хочет получить ответ как от старых данных, так и от новых данных. Мы подумали, подумали и решили. У нас уже был огромный опыт в строении этих систем. Мы прочитали целую одну книжку, это круто. И решили использовать лямбда-архитектуру. Вообще говоря, слово лямбда-архитектура нельзя не вспомнить про 4В. 3В, некоторые добавляют 4. Это свойства системы. По очереди. Волюм. Количество информации. Ну, очевидно, что время идет, тренды меняются. Раньше компьютеры были большими, жесткие диски были маленькими. Цена хранения информации была просто неоправданно высока, как и цена обработки этой информации. Сейчас же все просто, все дешево. Вот только система становится больше, и компьютер в этих системах становится еще больше. Высока цена координации между этими компьютерами. Тут некоторые факты, они довольно известны, широко известны. Одно только хочу сказать, что, как предыдущий докладчик для меня сказал, с появлением интернета вещей количество информации растет просто поразительно. Интернет вещей, дабы не повторяться очень вкратце, это когда у вас есть некий реальный мир, некий виртуальный мир, в котором находятся объекты из реального мира, и ваша задача объединить их так, чтобы прослойка была минимальна, чтобы вы даже не чувствовали этого. Наверное, звучит фантастически, звучит красиво, но не буду повторяться опять же. Второе V — это скорость. Тут имеется в виду не только скорость получения информации, но и скорость обработки информации. Так как если у вас система может получать огромное количество информации и хранить ее, но не будет успевать ее обрабатывать, как было, например, в случае, когда мы разворачивали тестовый кластер, и так и вышло, то такая система и грошами стоит. Какие бывают источники данных? Для начала это телефоны. Все вы, у кого сейчас в кармане телефон, у всех эти телефоны отправляют на базовые станции оператора какую-то информацию. Информации на самом деле очень много, информации бывают разные. Географические положения ваши, параметры тарифа, это множество, в общем. Раз. Два — это сетевое оборудование, то все еще хуже. Если сайтов много, то всего оборудование генерирует еще больше информации, чем все предыдущее, потому что на нем все основано. Социальные медиа. Сейчас, к сожалению, каждая компания, каждый человек, позиционирующий себя как аналитик, вам предлагает услуги. Услуги анализа социальных сетей. Везде вы можете найти твит, анализ твитов, прочее. Ну, очевидно. Ну и онлайн-игры. Опять же, повторяться не буду. Вам уже сказали про объем информации. Мне кажется, лучше у них проконсультироваться. Третье — это разнообразие. У вас есть один кластер. В этом кластере хранится информация как о транзакциях мобильных устройств, как о твитах этих самых пользователей. Может быть, их адреса, я не знаю. На этих же серверах хранятся географические данные. В общем, абсолютно разнородная информация. И со всем этим надо как-то работать. Перейдем к, собственно, информационным системам. Основные требования. Гибридность, отказ, устойчивость. Ну, тут, опять же, все просто. Если у вас есть система из сотни машин, ломается пять машин, и вы не знаете, что делать, это не информационная система. У вас явно были какие-то ошибки в построении. Низкая задержка read и update операций. Как выходит? Почти всем заказчикам нужна низкая задержка при операции чтения. Они хотят получать информацию очень быстро. Низкая же задержка при update операциях нужна не всем. Грубо говоря, если у вас система позволяет растянуть это время до произвольного, то проблем нет. Если же нужна маленькая задержка, то у вас проблемы. Масштабируемость. В условиях увеличивающегося объема данных вы должны понимать, как с этим бороться. У вас было 10 машин, у вас была одна нагрузка. Нагрузка возрастает, вы увеличиваете количество машин, и проблема должна исчезнуть. Если нет, вы сделали что-то неправильное. Широкий спектр применений. Если система заточена под только один запрос, только под один тип запросов и ничего более, если к вам поступили новое требование заказчика, и вы не можете на них отреагировать, ну куда это зайдется. Понятное дело, что что-то делали не так. Расширяемость. Расширяемость имеется в смысле не масштабируемость, а именно возможность для разработчика разработки новых модулей системы без особых проблем. Если вы сделали очередной модуль, очередной программный код, и вы не можете его внедрить за приемлемое время, что-то не так. Ad-hoc запросы. У вас бывают не только продуктивные задачи, когда определенно четко известно, что от вас хотят, в какое время от вас все хотят, и есть определенные SLA на ваши действия. Не то. Бывают ad-hoc, когда прямо здесь и сейчас вы хотите посчитать что-то на ваших данных. Вы хотите провести какую-то аналитику и понять, посчитать новые показатели для бизнеса. Вот появилась такая хотелка. Отлично. Это вы должны уметь поддерживать, вашу систему. Минимальные затраты на обслуживание оборудования. Так уж получается, что система состоит из нескольких модулей. Всегда. И если у вас один модуль является абсолютно оттестированным, стабильным решением, с которым проблем никогда не бывает, то некоторые модули могут быть бета-версии. Опять же, я не говорю про R&D-отделы, я не говорю про исследовательские вещи. Это строка продакшн. Все. В таких вещах тут как бы шутки не очень актуальны. Возможность отладки. Если у вас есть, представьте, 5 терабайт данных. 5 терабайт просто как число большого объема данных. На самом деле их намного больше. И вы сделали что-то с ними не так. Если у вас данные начинают теряться в процессе получения или в процессе обработки, то вы хотите узнать, почему не так, и вернуться к последнему актуальному состоянию данных. Если этого не обеспечит, то у вас будут очень большие проблемы. Тип информации. Не буду повторяться. В который раз я уже говорю это слово, уж извините. Про меня до меня говорили слово event-based операции, event-based транзакции, а не вот. У вас есть транзакции, это такой уровень абстракции, ниже которого вы уже спуститься не можете. Любая операция, в которой вы хотите получить результат этой операции, это любые эти операции основаны на сырых данных. Event-based можно назвать их сырыми данными. Когда вы узнаете состояние своего счета на мобильном телефоне, некая системка прогоняет у себя запрос и на сырых данных получает результат этого запроса. Это и есть исходные данные. Сырые данные, называйте их как хотите. Люди генерируют сырые данные. Вы звоните соседу, сосед звонит вам, у вас появляются две, ну или более, транзакции, в зависимости от системы. Ниже этого вы спуститься не можете. Эти транзакции являются абсолютно правильными, уникальными. В английском есть такое хорошее слово, internally true. И по-русски я не очень понимаю, как его адекватно перевести, но это, попробую, идеально правильные данные. Вы не можете их скорректировать, вам нет нужды их корректировать. Все. Как было раньше? У вас была табличка. Извините, что так много телеком-серверов, так уж сервис терминов, так уж получается, что мы работаем с телекомом и накладывается опечаток. У вас есть табличка с значениями баланса абонентов. 100 абонентов, 100 значений. Раньше хранилось как? У вас хранились только одно актуальное значение. Если вы хотели посчитать что-то, что было до актуального значения, у вас опять же появлялись проблемы. Я понимаю, что это приходилось как-то обходить какими-то способами. Тем не менее, есть другой подход, на самом деле их несколько, но я скажу только про один. Это то, когда события, транзакции являются единственными данными, которые вам реально важны, которые вы не имеете права потерять и не имеете права с ними ничего делать. Представьте себе, что вы бухгалтер, например, и вы просто не имеете права это незаконно, исправлять предыдущие документы, насколько я, по крайней мере, подозреваю. Если вы это делаете, вы делаете что-то неправильно. Так и тут. Ваша цель еще на этапе загрузки данных сделать так, чтобы они были правильными. Избавиться от большинства недочетов, избавиться от пустых строк. Предположим, если в вашей системе необходимо заполнить какого-то конкретного поля, то и к вам приходит строка без этого поля, то, скорее всего, вам она не понадобится. По крайней мере, в рамках текущих задач и в рамках обозримых задач. Так зачем же ее грузить? Зачем же загружать явно неправильную информацию? Это небольшая демонстрация того, что я уже сказал. У вас есть три абонента, три значения баланса. Первый абонент пополняет баланс со 100 рублей, у вас обновляется значение. Это текущий баланс. Второй подход – это когда у вас появляется временная метка. Это дата актуальности, называйте, как хотите. И в том же случае, когда первый абонент пополняет счет на 100 рублей, у вас появляется просто новая транзакция. Это последний во второй табличке. Таким образом, если вы хотите узнать значение его счета до пополнения, у вас есть эта возможность. Вам не приходится изобретать костыли, велосипедить что угодно. Нет, все отлично уже. Таким образом, уже это показывает, что на этапе построения хранилища вы сделали все правильно. До этого уже упомянула смысль, что когда вы получаете запрос баланса, вы применяете какую-то функцию к всем исходным данным. У вас данных может быть любое количество, но смысл, бизнес, смысл, задача, по крайней мере, один. И ближе к реальному примеру. 5 терабайт данных, вы получаете значение баланса, 5 терабайт обрабатывается, вы ждете 5 часов, 10 часов, я не знаю. В это время пользователь уже звонит в техподдержку и спрашивает, что за ерунда, ребята, что это такое. Очевидно, что система просто не может обеспечить вам необходимое значение задержки. Вам нужно с этим что-то сделать. Это что-то, это предварительно рассчитанные данные. Если у вас есть явно продуктивные запросы, это запрос, количество звонков, запрос входящих смсов, или что-то еще, количество трафика за месяц. Скорее всего, вам стоит задуматься об этом раньше, подумать на будущее и сделать такую помесячную разбивку или подневную разбивку для ваших самых часто используемых запросов. Таким образом, когда вы хотите получить, узнать, сколько же звонков сделал пользователь за последний месяц, у вас уже есть некий агрегат, назовем его так, в котором содержатся эти значения за все время жизни, так сказать, хранилища, но в необходимой вам разбивке. Лямбда-архитектура. На самом деле довольно страшно начинать говорить про нее после такого введения долгого. Тем не менее, она состоит из трех слоев. Это batch, speed и все. Очень верхнеуровневое описание, схемка, архитектура. Слева входящие данные. Входные данные могут быть любыми, абсолютно любыми, чуть позднее об этом. Верхний зеленый квадратик – это реальное время. Все, что относится к обработке данных в реальном времени. Нижний, соответственно, это пакетная обработка. Исторические данные, огромный объем. Верхний, соответственно, малое время задержки. Справа результат запроса. Тот самый запрос количества трафика. Источники. Самое левое. Источники могут быть любыми. Самое главное, чтобы компоненты вашей системы могли с ними уметь работать. Имеет необходимый API, что угодно. Конкретно у нас используется почти везде Kafka. На это были свои причины. Если есть желание, спрашивайте позднее на электронную почту, отвечу. Но, однако, существуют и другие варианты. Да хоть из реляционных грузить, без проблем. Batch layer – это слой обработки пакетной информации. Пакетная обработка информации. Те самые 5 терабайт. Какие есть у него плюсы? Вычисления производятся на всем объеме данных. Таким образом, вы не рискуете потерять ни единого кусочка информации, который находится в этом временном объеме. Второй плюс – это масштабирование. На самом деле, этот плюс относится ко всей системе, но к этому слою особенно. Потому что я могу показаться ретроградом, но тем не менее, Hadoop, он как-то более enterprise, он намного более тестирован, намного более проверен временем, чем все остальное. И вероятность ошибки в работе с Hadoop, если это не ваша, разумеется, ошибка, она меньше. Ну и общую квалификацию специалистов. Не упоминаю. Но есть очевидный минус – большое время ожидания. Как раз те самые 5 часов, про которые говорили, после которых появляются гневные звонки в техподдержку. Хранятся все данные в режиме append-only. Это происходит именно потому, что вы рискуете своими действиями, или менее компетентные разработчики, или что угодно, просто фактор случайности. Вы рискуете затереть важные данные и, соответственно, поиметь кучу проблем в будущем. И немножко про загрузку данных. Если у вас появляются проблемы на этапе загрузки данных, если вы грузите себе что-то неверное, некорректное, и просто мусор, это проблема. Поэтому существует такой тренд загрузки данных в CSV. Я, опять же, немножко устаревшую информацию продвигаю, но у многих сложилось впечатление, что в кластер, в любую систему, любая система должна крутиться вокруг старых принципов. А старые принципы, по крайней мере, для реализованных и для тех систем, с которыми мне пришлось работать, они подразумевают перегрузку данных из одного источника в другой в каких-то максимально простых форматах. В данном случае плоский файл. CSV. Это обычный текстовый файл, который не обеспечивает абсолютно никаких преимуществ. В нем могут быть просто банально отсутствующие поля. Если у вас вместо пяти столбцов, так сказать, шесть столбцов, вы не можете явно сказать, откуда это. Вы не можете с этим что-то сделать здесь и сейчас. Вам нужно спрашивать источник и проблем на самом деле. Поэтому есть вариант, даже не вариант, а рекомендация, очень настойчивая. Это использовать специализированные средства для хранения информации. Это сериализация. Это Avro, это Parquet. У нас на проекте по большей части используется и планируется использовать дальше Avro. У всех есть свои плюсы и минусы. Это уже не тема презентации, поэтому главное, что использовать нецессию. Это основной литмотив. Естественно, из бонусов есть. По сравнению с плоскими файлами, все, большинство, по крайней мере, фреймворк, обеспечивают меньший размер хранимых файлов. То есть, если у вас текст весил 1 гигабайт, то с большой долей вероятности бинарный файл сериализованный будет весить меньше. Это, согласитесь, плюс. И скорость доступа к нему будет также выше. Программы, инструменты для бетч лейера. Это, разумеется, Hadoop, это, разумеется, Spark. Все остальное это уже, так сказать, сбоку. HivePick это инструменты для SQL-доступа к SQL-работе с MapReduce. А остальное, ну, в общем, все стоит на двух китах. Это MapReduce и Spark. Вот пример работы реальной системы. Ну, схема, схема. У вас есть какие-то данные, есть три продуктивных, так сказать, запроса, которые ежедневно, вернее, даже не ежедневно, скорее, а с нужной вам частотой рассчитывают витрины данных. Под словом витрина тут подразумевается именно, ну, так сказать, маленькое хранилище, предназначенное для узкого круга лиц и для узкого круга задач. Это не витрина в понимании рекламщиков. Каждая итерация бетч лейер занов генерирует им витрины. В чем тут идея? Если у вас закончился интервал, пятичасовой интервал расчета предыдущей порции данных одного года, то следующая итерация будет обрабатывать один год плюс то время, которое занял предыдущий расчет. Соответственно, у вас будет постоянно растущий объем данных, у вас будет постоянно растущее время обработки всех этих данных. Это логично. С этим надо будет что-то делать, но это тема оптимизации. Существуют различные хаки, различные методы оптимизации. Тем не менее, это выходит немножко за рамки обсуждения верхнеурованной архитектуры. Теперь про MapReduce. Для тех, кто не знает, что такое MapReduce. Извините, кто знает, я понимаю, это очень грубое описание. Понимаю, что это настолько неправильно, но идея такая, что у вас есть большой объем данных, он делится на много маленьких кусочков. Над всеми из этими кусочками производятся какие-то операции, вернее, какая-то операция, и результаты мерзятся вместе. Естественно, операции должны удовлетворять определенным свойствам, но это уже отходим от этого. Теперь про хранение. Про базы данных только для чтения я уже говорил. Повторяться не буду. Есть некоторые специализированные решения для хранения. Это не обязательно HDFS, это не обязательно что-то массивное, что-то огромное. Мы не забываем, что вам просто не нужно поддерживать свойства редактирования данных. Поэтому, собственно, автор лямбда-архитектуры написал такое решение, как elephantDB. Это такая маленькая, порядка пары тысяч строк кода, база данных, которая обеспечивает хранение любой информации вашей, без обеспечения возможности редактирования ее. Voldemort. Еще одно решение не самое известное, тем не менее полностью подходящее под все принципы. Ну и стандартное. Казалось бы, все отлично. И что не так с вашей системой? На самом деле не так то, что данные у вас все равно обрабатываются задержкой. То самое требование от банка, когда они хотят видеть пятиминутный результат с пятиминутной актуальностью, оно не выполняется и не выполнится никогда. Вам нужно с этим что-то делать. А что-то это speed layer. Это решение, которое во втором потоке данных, в реальном потоке данных, данных в реальном времени я имею в виду, обрабатывает эти данные и делает, применяет на ними те же самые запросы, что и над полным объемом данных, только быстрее, только в реальном времени. В чем свойства этого лейера? Ну, разумеется, это потоковые данные. Это не огромные объемы, а только одна транзакция в каждый момент времени, если говорить про систему, которая основана на транзакциях. Естественно, есть решения вроде Spark Streaming, которые обрабатывают не только транзакции, вернее, не транзакции, а оконные. То есть несколько транзакций пакетно сразу. Но это все-таки уже немножко не то. Далее. Этот лейер работает непрерывно. Его останавливать нельзя, иначе вы опять рискуете оказаться в том же положении, когда вы просто не сможете обеспечить актуальность данных. Теперь про одну из главных прелестей лямбда-архитектуры. Это то, что все проблемы, вся сложность системы и, естественно, точка отказоустойчивости вся скрыта в этом слое, в слое реального времени. Если у вас возникают какие-то данные, у вас в потоке идут данные некорректные, неправильные, и вы не поставили на них фильтр, вы не используете реализацию, разумеется, ничего. Ну, данные реального времени. И что-то попадает к вам в хранилище, такие неправильные, то все ваши программы, которые могут попортить ваши данные, они не нанесут такого вреда, непоправимого и невосполнилого. Потому что batch layer в следующей своей итерации, следующим своим проходом затрет результаты работы speed layer и исправит все эти ошибки. Потому что там-то у него будут все данные идеально корректны, если вы, конечно, пользователи, пользовались, пользовались, пользовались все принципы, которые я описал ранее. Решение. Есть решение Apache Storm. Это фреймворк от Нейтана Мартса, опять же, автора архитектуры, который обеспечивает обработку по транзакционным. Обработка информации. Apache Spark Streaming. Это тот же фреймворк от Apache, который позволяет оконно обрабатывать информацию. Все остальные, IBM Infosphere – это очень крупное корпоративное решение, которое используется во многих банках. Тем не менее, я с ними не работал. Собственно, по большей части используются только первые два, если говорить о не крупной интерпрайс-сфере. И хранилище. Хранилище уже для SpeedLayer должно быть полноценным в плане поддержки операций записи и редактирования. Это HBase, разумеется, в первую очередь. Это хранилище, которое основано на HDFS, это распределенные файлы в системе, и которое позволяет, полностью удовлетворяет всем принципам лямбдах архитектуры. Это NoSQL базы. Это на самом деле что угодно, что может удовлетворять требованиям обновления информации. То есть, если информация приходит 100 срок в минуту, то ваша база данных не должна падать по таймауту на 101 транзакции. Если это удовлетворяется, все отлично. Если же нет, выбор был неверный. И ServingLayer — это слой, который хранит непосредственно результаты работы BatchLayer. Какие-то данные посчитались, вам нужно их где-то хранить для того, чтобы показывать пользователю. Вот это оно и есть. Какие у него есть свойства? У него есть требования, вернее. Требования RandomRead. То есть, вы уже не можете читать все данные потоково единым куском. Нет. Вы должны уметь читать данные с разных концов хранилища, с разных концов файлов, и не зацикливаться на обработке всего файла в целом. Ну и, разумеется, это как архитектурная идея. Это то, что этот слой объединяет результаты работы предыдущих слоев. Результаты работы в плане данных. Он же их хранит. Итого, обратно к практике. Что у нас вышло? Вышло у нас так, что по факту используется только Apache, так сказать, экосистема. У нас используется HDFS для хранения данных, потому что он показался нам более удобным, и, соответственно, экспертиза необходима была для работы с этим стеком. У нас используется MapReduce и Spark для обработки этой информации в бэтч лейере. Для сервинг лейера у нас же используется Apache Storm. Spark Streaming, ну, так сказать, нужды для него пока не было, потому что глубокую аналитику, машинное обучение на этих данных нам производить пока не пришлось. Для сервинг лейера мы используем, опять же, Apache HBase. Ну и пока что вроде как довольны. Это основные идеи для тех, кто забыл, для тех, кто не понял. Основные плюсы системы. Это то, что лямбда архитектура выполняет, удовлетворяет всем требованиям построения систем. Она решает большинство проблем, в том числе и те, которые нельзя было решать, невозможно было решить до, так сказать, ее изобретения. И то, что она позволяет вам хранить данные, исправлять предыдущие ошибки и возвращать систему в ее, так сказать, первоначальное состояние без ошибок, без данных с ошибками. Ссылки на инфографику, ссылки на используемые источники информации. Спасибо за то, что выдержали этот тяжелый доклад. Я знаю, что повествование было не лучшим, мягко говоря. Спасибо. Какие-нибудь вопросы? Здравствуйте. У меня такой вот вопрос. Вы тут так прекрасно рассказали, как все хорошо и прекрасно, но ведь всегда есть какие-то недостатки. То есть, чтобы полностью быть объективным, какие есть ярко выраженные недостатки, может быть, не очень ярко выраженные у лямбда архитектуры? Спасибо за вопрос. Вопрос по адресу, вопрос хороший. Недостатки, разумеется, есть. В первую очередь, по крайней мере в нашем случае, что было, это сложное построение системы. Было довольно тяжело все это поднять, все это заставить работать вместе корректно и избавиться от трудно отлавливаемых багов. И это недостаток раз. Недостаток два, немножко связанные с сферой деятельности, это то, что было довольно тяжело объяснить заказчику такому, как банки или телеком, о том, что вот есть такая архитектура, вот почитайте, про нее даже нигде не написано, есть только одна книжка, да и то не выпущена, но она решит ваши проблемы. А уверена, а что это такое? Недостаточная экспертиза работы с лямбда архитектурой, недостаточная популярность среди, как сказать, людей. Ну, довольно очевидная проблема. Это вот две из самых насущных у нас, по крайней мере, чтобы... Еще вопрос. Здравствуйте. Я бы хотел задать вопрос. Вообще для какого размера проектов нужна подобного рода архитектура? Ну, то есть у нас вот есть, допустим, проект, и вот с каких пор мы должны понять, что вот нам уже действительно нужно строить. Потому что, как я понял, довольно-таки сложно все организовать. Я вас понял. Спасибо за вопрос. Извечный вопрос. Когда необходимо внедрять бигдату? Зачем вам бигдата и нужна ли она вам? Достаточно ли 50 тысяч транзакций в час для того, чтобы строить такие архитектуры? Ну, смотрите. На самом деле тут ответ кроется в вашей сфере деятельности и в типе хранилищ. Если у вас достаточно вашего хранилища, достаточно вашего решения, зачем городить огород? На самом деле это не сильно простое решение, не сильно легкое в построении. И я вообще молчу про бюджет. Если вас устраивает ваша система, здоровья, пользуйтесь. Не нужно запретать вес велосипедом. А если более предметно, ну на самом деле, когда у вас вылетают ошибки тайм-аута, как было у нас, если у вас просто не справляется система с нагрузкой, то вам реально надо что-то с этим делать. Это что-то, это может быть бигдата, что-то может быть оптимизация имеющейся хранилища. Тем не менее. Здравствуйте, Александр. У вас на слайде было показано то, что один из минусов бетч леера – это долгое время ждания. Можно это как-то исправить? Спасибо за вопрос, я вас понял. На самом деле, исправить в рамках бетч леера – это невозможно, потому что это противоречит собственному принципу архитектуры. Бетч леер не обязан быть быстрым. Он обязан быть идеально правильным и исправлять все ошибки предыдущих частей системы. Исправляется это все, как я уже сказал, в рамках слоя speed. То есть именно тот самый слой, который обеспечивает обработку тех данных, которые поступили во время обработки всех данных. Этот самый слой, последние 2-3 часа обработки огромного количества данных, он компенсируется этим speed layer, и он же позволяет обеспечить обработку самых актуальных данных. Спасибо. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот где предпочтительнее использовать подобные способы обработки данных? В каких отраслях будет лучше ее использовать? Где она даст больше возможностей и больше плюсов? Я вас понял. Спасибо за вопрос. На самом деле, ответ я уже, в принципе, давал. Но везде, где это необходимо, везде, где традиционные решения не справляются. Если у вас есть база данных, она вас устраивает, и она устраивает, что немаловажно, клиентов, все отлично, вам не нужна бигдата. Если у вас есть 50 тысяч запросов в минуту, вам, может быть, не нужна бигдата. Если у вас есть хорошее разделение, хороший, не знаю, шардинг, традиционный дейтабейс, то вам тоже не нужна бигдата. Как только она вам понадобится, вы сами поймете. А по поводу сфер, ну, традиционно это высоконагруженные вещи, типа банковской сферы, типа телекома, типа крупных трейд-операций, финансовых, ну, везде, где у вас есть миллиарды транзакций за определенный момент времени. Спасибо большое. Спасибо, Александр. Спускайтесь к нам.